Добрый день! С нами главный тренер команды Зубры, Одиссея Дельянов. Любезно согласился ответить на несколько наших вопросов. Одиссея, для вас это дебют в официальном матче. Насколько мы знаем, первый блин вышел комом, вы проиграли товарищескую игру. Скажите, что заставило вас сегодня превозмочь то поражение и выйти, скажем так, с блеском из этой ситуации и показать хорошую игру счет на табло? Сразу скажу, что превозмогать то поражение, в принципе, его не было поражения. Игра была не товарищеская, я бы даже сказал, а претезонная, тренировочная игра, где у нас играло очень много молодежи. И, в общем-то, мы пробовали то, что мы планируем играть в сезоне, пробовать новых игроков в первую очередь. Поэтому то поражение, оно было, в общем-то, не поражением, а просто результатом на табло. Не больше, не меньше. Все игроки об этом знали, я всех предупреждал, что ни в коем случае не воспринимать это как-то близко. Те наработки, которые у нас были, испробованные в Питере, соответственно, мы их дальше прорабатывали, отрабатывали. Некоторые из них сегодня прекрасно получались, некоторые нет. Ну, все мы люди, все мы тренируемся, мы будем работать дальше над этим. И, соответственно, уже к следующим играм, я думаю, что новые какие-то у нас интересные комбинации будут. И, соответственно, будет более еще игра красочной, такой яркой. Спасибо. В самом начале игры, в первом же розыгрыше, в результате, как позже признали судьи, удары на беззащитном принимающем, вы был истроен на пол игры ваш, я так понимаю, ключевой принимающий Занкевич Артур. Скажите, как это повлияло на ход игры? Вынудило ли вас это сделать какие-то перестроения? Или вы рассчитывали на то, что у вас есть глубина, которая позволит вам заменить его? Конечно, это был очень неприятный момент. И, на самом деле, первая мысль была, что почему же так несправедливо судья судит, когда он находится рядом. И второе, что, не дай бог, с Артуром опять будет какая-то длительная травма. К сожалению, у него уже были сотрясения мозга. И, конечно же, не хочется такие вот травмы получать вновь и вновь. Парень молодой, вся жизнь впереди, и, ну, не дай бог. То, что касается глубины состава, ну, у нас, в принципе, да, достаточно принимающих. Next man up, как говорится. И Евгений Малиновский занял его место, справился с работой как надо. Артур, ему отдельное спасибо за его возвращение. И уже в четвертой четверти я уже просто не мог его отпустить, не дав ему занести тачдаун. Поэтому вместо того, чтобы за последние, там, полторы минуты становиться на колено, это была, в принципе, моя инициатива играть на него. Первый пас он выронил, второй пас выловил прекрасно тачдаун. Поэтому где-то внутри немножко я получил чувство, по крайней мере, само удовлетворение, что вот, как игрок Артур получил такую травму, вернулся. Настоящий игрок, солдат, боец. Только молодец. Спасибо. Несмотря на то, что счет 34, у Зубров сегодня было 3 или 4 сейчас. Это не принципиально владение в красной зоне, которые заканчивались различными ошибками. И скажите, что вы чувствовали в тот момент, когда счет стал 14-13 и вы долго не могли выйти вперед? Засомневались ли вы или что вас, может быть, гложило? Или вы были спокойны и знали, что все будет хорошо? Не сомневался ничуть в ребятах, потому что раз доходят до красной зоны, значит, не хватает чуть-чуть. Это чуть-чуть доработается, то бишь в следующем драйве или еще что-то. Была уверенность в защите, потому что после перерыва сделали они корректировки в прикрытии против паса. Более эффективно стала игра идти. Выпустили Юру Разумеечка. Влился, который буквально появившись на тренировках пару недель назад. Влился состав прекрасно. Ну, опять же, с опытом игрок и не один год отыграл за нас. Вот, поэтому был уверен и в атаке, и в защите. Поэтому, скажем так, каких-то переживаний по поводу того, что из-за нарушений нас отодвигали из красной зоны дальше-дальше, и мы не зарабатывали очки. Я просто знал, что это момент времени. В четверти. Спасибо. И кого бы вы хотели отметить, может быть, из своих игроков, тех, с которыми мы сможем сейчас пообщаться, и они скажут на несколько слов, допустим, в частности, в атаке? Ну, безусловно, у нас игра строится на выносном нападении. Конечно же, это наш основной козырь, игрок Александр Кривонос, бегущий номер 28. И сегодня сыграл он на 5 баллов. Все, что надо, все выполнял четко, все следовал за блоками. Результатом тому и занесенный им тачдаун, и продвижение команды, когда необходимо было пройти какое-то небольшое количество ярдов, и защита стояла плотно. Вот, конечно же, довольно-таки хорошо после зимы проявил себя и Илья Федорог. Все-таки 4 пассовых тачдауна, это тоже не просто так. Соответственно, Вячеслав Кузьмин, да, три приема, такие приемы в центре поля, вылавливание мяча на третьем тачдауне. То есть, бросить кутербеку, это одна работа, а найти место, куда бросить для принимающего, это вторая. Поэтому, отвечая на вопросы журналистов First and Goal, был ли я уверен, что связка эта будет так работать, я честно признал себе, так нет, не ожидал. Три тачдауна и такие розыгрыши нет, не ожидал. Я знал, что будет работать, но не так. В принципе, выносная игра, и, соответственно, дальше еще Вадим Сикорский, фуллбэк. Да с любым можно брать общаться, потому что все ребята отрабатывали по максимуму, все делали как надо. И, в общем-то, никаких каких-то огрех, ну, сейчас пока не вижу. Спасибо, тренер. Спасибо, тренер. Сейчас мы пригласим сюда Александра Кривоноса и Илью Федорука, чтобы пообщаться с ними.